Как легко и просто добиваться целей во всех сферах жизни? Это видео посвящено ответу на этот мощный вопрос, и я вам дам очень простое упражнение, которое позволит каждому из вас проанализировать ваши цели и понять, что не так, почему вы до сих пор их не достигли. С вами Артем Толоконин, я врач-психотерапевт, эксперт мирового уровня, который уже более 30 лет консультирует пациентов. Итак, друзья мои, как же достигать целей? Одна из задач, которая стоит, чтобы разобраться с этим вопросом, стоит в том, что какую именно цель вы пытаетесь достичь? Большинство людей, особенно те, которые приходят на прием, не могут четко и однозначно сформулировать, чего они хотят на самом деле. Представьте историю. Вы зашли в магазин, и когда вы знаете, что вы хотите купить, это, допустим, продуктовый магазин, где есть продавец, есть прилавок, и чтобы продавец ему что-то подал, вы должны у него спросить, вот хочу 100 грамм этого сыра, либо 300 грамм другого, или вообще, может быть, вы рыбу хотите, а зашли они в тот отдел. И когда вы четко, емко и понятно сформулируете свою цель, продавщица даст вам то, что вы хотите. Если вы не знаете, что вы хотите, либо говорите, ну, что-нибудь поесть, то вы продавщицу просто вводите в ступор, и она не знает, что вам предложить. Также и в этой жизни все. Если вы не знаете, чего вы хотите, вы не можете четко сформулировать, вселенная, удача и обстоятельства вам ничего не могут предоставить, поскольку вы сами являетесь автором своей реальности, который не может осознать, чего он хочет на самом деле, не может реализовать это. И тему целеполагания и того, как легко и просто жизнь, я раскрываю в этом видео и во многих других. Поэтому обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео со своими друзьями, если вы увидите, что прямо здесь, сейчас, после того, когда вы выполните упражнение, которое сейчас я вам расскажу, вы измените взгляд на многие процессы вашей жизни. И она станет более осознанной, более счастливой, более легкой, более здоровой. И таким образом весь наш мир, в котором мы живем, будет становиться гораздо лучше. А это основная моя цель. И эта цель руководит мною. И знания эти я прямо здесь сейчас вам передаю. Итак, вернемся к заданию. Что же нужно сделать для того, чтобы вы легко достигали своих целей? Первое, это уметь их сформулировать четко, емко и понятно. Многие из вас, это я все время замечаю, глубоко уверены, что вы четко знаете, что вы хотите. Но когда ты человеку начинаешь задавать наводящие вопросы, он начинает то, что называется, плавать маслом по дереву. Он не может связать двух слов. Он начинает обрисовывать желаемое, либо со стороны боли, намекать о чем-то. Ну, что вы хотите. Ну, вот у меня вот здесь вот что-то болит. Вот какие-то женщины все глупые и так далее попадаются. Мужчины приходят и говорят, да. Какие-то они все, только все одно и надо и так далее. То есть человек говорит о своей боли. Естественно, он в этой боли живет. Он на самом деле не осознает, чего он хочет. И в результате такого диалога с ним, минут через 20, 30, 40, мы приходим к простым понятиям, что я хочу счастливых, гармоничных, семейных взаимоотношениях, которых я буду любить и получать от этого удовольствие. Казалось бы, такая простая фраза. Но какая разница между тем, что он говорил вначале и тем, что сказал сейчас. И многим из вас нужно проделать некоторую работу с собой, чтобы прийти к простым формулировкам и четко понимать. 100 грамм сыра вы хотите, 200 грамм колбасы или счастье в личной жизни, или миллион долларов заработать, или купить конкретный дом на берегу моря с видом еще и на горы в городе Сочи. К примеру, понимаете, это все разные цели. Если вы какой-то штришок о этой цели не обозначаете, то тогда вот эта продавщица к вам не приходит и не предлагает вам товары. То есть удача к вам не поворачивается, и события это не происходит. Поэтому для того, чтобы легко и просто достигать жизненных целей, нужно научиться делать заказы, нужно научиться формулировать то, о чем вы думаете. Так как сейчас вы на приеме психотерапевта, то всем я вам предлагаю сделать очень простой прием, который потребует не так много времени, но, уверяю вас, когда вы проведете аудит собственных целей, вы уже многое начнете в жизни осознавать и исправить. Поскольку, когда мы четко знаем, что мы хотим, мы тогда начинаем осознавать, чего же мы не хотим. А когда человек не знает, что он хочет, то, как правило, он хочет того, что он не хочет. И у него в жизни происходит сумбур. Для выполнения этого упражнения нужно взять листочек бумажки или бумаги, записную книжку, то, где вы можете оставлять записи, где вы можете формулировать свои мысли. Почему так? Потому что, когда вы формулируете мысли в голове, то зачастую вы как будто ответили себе на все вопросы. Но вы в этот момент не можете со стороны проанализировать, о чем же вы на самом деле думаете, и как это выглядит, и насколько это точно сформулировано. Тогда, как вы приходите, допустим, на прием ко мне, я обязательно делаю это упражнение вместе с вами, но я наблюдатель, я со стороны слушаю вас и даю вам обратную связь. А когда вы наедине с собой, вам никто этой обратной связи дать не может, кроме вас самих, как на первом этапе, когда вы сделаете это простое упражнение, подготовив ручку и подготовив лист бумаги. Итак, возьмите лист бумаги, возьмите ручку, либо электронную записную книжку, кому как удобнее, и начните прописывать все те цели, которые вас на самом деле интересуют. И вы заметите, что формулируя эту мысль, вам не сразу дастся четкое описание того, чего вы хотите. И когда пройдет какое-то время, у кого-то 5 минут, у кого-то 10, у кого-то может быть даже чуть больше времени это займет, чтобы выписать то, чего вы хотите, а кто-то на следующий день вернется к этому упражнению, хотя казалось бы, что еще может проще. Вы знаете, что хотите, заказывайте, пожалуйста, как будто небесная канцелярия вас сейчас слушает и выполнит все, что вы хотите. Как та продавщица в магазине, с которой вы часто общаетесь, и она делает именно ровно то, что вы у нее просите. А если вы не знаете, чего вы хотите, она вам ничего дать не может. Поэтому, когда вы начинаете формулировать на бумаге самостоятельно свои мысли, вы начинаете видеть со стороны, а насколько точны эти определения и насколько точно вы описываете желаемое будущее, к которому вы стремитесь. И одно это позволит вам осознать, нет ли в ваших формулировках противоречий, вообще реально ли то, что вы написали. И выполнив это упражнение, обязательно поделитесь результатами под этим видео, либо если у вас есть какой-то вопрос, задайте, если он будет очень интересный, я запишу отдельное видео, для того, чтобы дать развернутый ответ на ваш вопрос. Если вы сомневаетесь, если вы не понимаете, правильно ли вы написали, четко ли вы сформулировали, есть еще второй уровень этого упражнения, когда вы берете этот листочек и даете кому-то почитать. Желательно, человек, который близко не знает вас. И задайте ему простой вопрос. Вот то, что здесь написано, вам понятно? Понятно, что человек, который написал эти цели, описал, понятно, что он хочет. И вам человек даст обратную связь, которая не входит в ваш совсем близкий круг, не является вашим другом, родственником и так далее. И вы услышите на самом деле, как вы обращаетесь к той продавщице, которая с радостью хочет выполнить ваш заказ, дать вам все желаемое и насколько точны ваши определения. В завершении этого видео я давайте вам какие-то универсальные вещи скажу, намекая на то, что в цели и полаганиях есть, знаете, вот такой важный, но поверхностный уровень, не пройдя который, вы не поймете более глубоких идей, лежащих в этой теме. Это то, что я раскрываю на своем курсе менторства. Ссылка на этот курс есть под описанием этого видео. Потому что есть логический момент, связанный с тем, что хочу замуж выйти, или хочу жениться, или хочу, чтобы ребенок у меня был, или хочу, чтобы дом я купил. А есть эмоциональный подтекст. И вот для того, чтобы осознать эмоциональный, а он является самым мощным, поскольку эмоции нами управляют. Эмоции тесно связаны с нашими древними структурами мозга, и эти древние структуры мозга гораздо мощнее и быстрее, минуя нашу логику, управляют нами. Но чтобы осознать этот слой информации о вашем опыте, о ваших предках, о ваших привычках, о всем том, что вы накопили за годы жизни, и когда вы рефлекторно что-то делаете, даже не задумываясь, нужен этот первый уровень, когда вы начинаете самостоятельно анализировать то, что происходит в вашей жизни, выписывая это на бумагу. И это уже даст мощный прорыв вам в вашем целеполагании. И в этот момент кто-то из вас почувствует, что все то, что он хочет, это является не совсем его. Это может быть мама от вас хочет, друг от вас хочет, общество от вас хочет, а вы на это реагируете и пытаетесь подстроиться под чьё-то мнение. Но ваше мнение остаётся за кадром. И таким образом, вы приоткроете дверь в свой глубокий внутренний мир, в котором находится ваша истина, поскольку, когда вы начинаете чувствовать себя, вы начинаете обращаться внутрь себя, вы переходите к осознанию, чего хочет ваше сердце, чего хочет ваша душа, и это даёт вам сразу состояние счастья. Поэтому в целеполагании, конечно, существует другой уровень, это уровень эмоциональных реакций. Поэтому дам вам некоторые ключи вводные, чтобы вам было проще формулировать свои цели и осознать, что до этого была ошибка в формулировках, и эта цель никак не наступала. Итак, если мы возьмём аспект личной жизни, к примеру, вы действительно хотите выйти замуж, то в замужестве, в семейной жизни, а стаж моей семейной жизни уже 23 года, я счастлив в единственном браке, у нас 5 раз совместных детей с женой, главное, какие эмоции ты испытываешь. Важен ни штамп, ни свадьба. Свадьба – это два дня, а штамп поставили в ЗАГСе, и ты пошёл. А важно, что будет происходить потом, в каком состоянии ты будешь проживать. И главный секрет построения счастливых семейных взаимоотношений, у меня, конечно, есть на эту тему целая книга, написанная ещё в 2015 году, «Секрет успешных семей», называется, рекомендую найти в интернете, или по ссылке в описании под этим видео, тоже будет на неё ссылка, можете купить в электронном виде, почитать в аудио, англоязычные даже версии есть, можно на Амазоне купить. Главное, какие эмоции, ещё раз возвращаясь к семье, вы будете испытывать. Если вы хотите строить вашу семью, развиваться в ней на чувстве любви, тогда это будет рождать счастье, потому что то, что объединяет людей, это любовь. Поэтому, если вы сформулируете, «Хочу построить гармоничные, счастливые взаимоотношения на чувстве, безусловной любви», что это такое, это, конечно, в следующих видео я вам раскрою, если вы не понимаете, в книге моей, конечно, об этом написано, то вы на самом деле будете наиболее точно формулировать эту цель, поскольку семья – это про доверие, это про эмоции, это про любовь. И если этого компонента в вашей цели не будет, то, скорее всего, внутри у вас есть страх, чтобы это было, иначе я никто, иначе я буду старый и никому не нужный, или бы все уже давно женились и вышли замуж, а я ещё остаюсь, я вот какой-то неуспешный или неуспешный я. То есть это опять, как я в другом видео говорил, цель, которую вы строите на боли. Но если вы в прописывании цели будете указывать позитивную эмоцию, позитивную радость, которая будет сопровождать достижение этой цели, то вы проще и легче её достигнете. То же самое, допустим, если мы разберём формулировку, допустим, обретение какой-то профессии. Вот вы стоите перед дилеммой обрести какую-то новую профессию, что-то сделать. К примеру, кто-то хочет актёром стать, кто-то хочет стать художником, кто-то бизнесменом, кто-то учителем и так далее. Когда вы осознаёте, где вы хотите самореализовываться и кем, то обязательно напишите в этой цели, что я легко и просто становлюсь художником, актёром, музыкантом, бизнесменом, кем ты чё, кем вы пожелаете. И при этом напишите. И в радости реализуя и в счастье, и любви все свои таланты, которые во мне есть в этой профессии. Понимаете? Тогда вы будете описывать эмоциональную составляющую вашего цели-полагания, и вы действительно, думая об этой цели с эмоциональным подтекстом, всё, что хорошего есть в вашем сердце, будете открывать. И когда мы открываем своё сердце, мы тогда легко и просто этого достигаем. И самое главное, будете сконцентрированы и будете знать, чего вы хотите на самом деле, а то, что хочет ваше сердце, того вы хотите на самом деле. А того, чего вы не хотите, вы не будете хотеть. И уже это упражнение простое, аудит ваших целей и правильное прописывание их с эмоциональной, правильной основой под названием любовь и счастье, вы тогда точно прямой дорогой, как на самых лучших в мире скользких, хороших санках, покатитесь прямиком туда, куда надо и точно этого достигнете. И уже от одной этой мысли будете испытывать состояние счастья. И это вас круто зарядит и позволит вам вдохновленными, успешными, здоровыми, счастливыми, красивыми, жизнерадостными идти прямиком к достижению вашей цели. на этом, по этому видео все. Я благодарю вас за внимание, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео со своими друзьями, слушайте меня и если у вас остался какой-то вопрос по этой теме, задайте под этим видео и я с удовольствием отвечу. Благодарю вас! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры